Добро пожаловать, дорогие зрители, на площадь Ренноберг в городе Франкфурт на Майне. Сегодня здесь проводится большое мероприятие, организованное инициативой обеспокоенных родителей, которая вновь желает дать этим ясный знак. Все возрастающие ранее сексуализации наших детей в школах и детсадах принимают все более ужасающие масштабы. Обеспокоенные родители видят себя, как движение противоположное этому. Как вы видите, здесь сегодня действительно большое движение. Многие граждане приехали сюда, и многие из них не из Хессена. Инициатива обеспокоенные родители за короткое время переросла в движение, охватывающее всю Германию. Она независима в политическом отношении и нейтральна. Также это касается религии и мировоззрения. И преследует цель объединить ради защиты наших детей, родителей, дедушек и бабушек, воспитателей, учителей и политиков, а также других обеспокоенных граждан. Беспокоенные родители против всякой формы ранней сексуализации их детей в яслях, детсадах и школах. Приехали много гостей из других стран, так как они обеспокоены тем же. Здесь берут участие люди из Голландии, Бельгии, Франции, Австрии, Италии, Люксембурга, Швейцарии и даже из Румынии. Все приветствуют своими плакатами собравшиеся здесь семьи. Они все твердо решили противостоять постоянно возрастающей ранней сексуализации детей. Все больше матерей и отцов отказываются делать своих детей секс-объектом в современной политике образования. Многие из вас, дорогие зрители, наверное, даже и не подозревают, насколько далеко удалось продвинуть в практику во многих местах так называемые планы действий. Так, например, дети в детских садах должны открывать для себя и исследовать телесность и обнаженность на себе и на других детях в так называемых угломных уголках, чтобы так в виде игры познакомиться со своими частями тела и желаниями. Детей начальной школы знакомят с секс-чемоданом, содержащим плющевую вагину, пластиковый пенис, презервативы, а также с сексом, сексуальным желанием и самоудовлетворением. Кроме того, дети должны конфронтироваться со всеми разнообразиями сексуальных наклонностей. Это включает в себя лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Это и определяет большую обеспокоенность для присутствующих здесь родителей, воспитателей, бабушек и дедушек, учителей. Мы хотим немного послушать, что движет эти людьми, которые приехали сюда сказать решительное «нет» в сексуализации своих детей. То есть родителям забирают право детей самих просвещать. Я за просвещение, но чтобы это было своевременно и по возрасту, и чтобы родители спрашивали. Оставьте детей с детьми. Что вы под этим подразумеваете? Да, дети имеют естественное восприятие. Если говорят, что чувствуют себя плохо, значит чувствуют себя плохо. Их в школе учат тому, говорить это открыто, где они себя чувствуют плохо. И поэтому я здесь, этого не должно быть. Прекратите мучить наших детей с сексом. Стоит на вашей бейсболке. Что вы хотите этим сказать? Я думаю, это так, что если детей рано просвещают, что это злоупотребление, то они не справляются этими чувствами. Это жестокость для них. Я знаю детей, которые рано просветили. То есть раньше они могли, девочки с мальчиками нормально играть, а потом это было для них стыдно, это неприятно было. И они до сих пор не справляются с этим. Это уже подростки, молодежь, и они до сих пор с этим не справляются. Что в основном вас возмущает в этой ситуации? Это то, это просто ужасно, это просто невозможно, что так мало думают о чувствах детей. То есть вы сами, как учителя, говорят, чтобы они свои чувства выражали, но это просто невозможно в школах. Это не акцептируют, если дети говорят, я не хочу это слушать. Это то, что меня возмущает, что вы детей наших не слушаете, а потом нам бы как бы такую сексуальную закомплексованность приговаривают. Тут вообще-то меня интересует все общество. Знаете, я учитель, и как учитель я вижу просто разложение детей, и также и родителей. Если это все пережить, что означает это бисексуальная педагогика, это наука, что она делает с людьми, это жестоко. Для вас важно, чтобы воспитание оставалось родительским правом? Да, это и так есть, это вправо, это закреплено в законе, и я желаю, чтобы это так же и осталось. У меня есть внуки в Берлине, и я шокирована, если я в плане образования для детских сагов читаю, чтобы для здорового воспитания детей, чтобы они свои сексуальные желания могли это просто так жить. И я спрашиваю сюда, куда это все приведет. Да, это женщина, Анна Винс, она занималась своими детьми, у нее 12 детей, и она слушала нужды каждого ребенка. Она не сказала, у меня 12 детей, я не могу прислушиваться к ним. Нет, она прислушивалась и спросила мальчика, что с тобой? Он сказал, я ушел с урока, мне было плохо. И эта женщина, Анна Винс, мать 12 детей, сказала, хорошо, что ты ушел с урока. И что произошло? Ударила юстиции. Эта женщина 8 дней была в тюрьме. Как может такое быть в нашей стране? Уважаемые зрители, мы имели здесь возможность увидеть и услышать, что волнует обеспокоенных родителей. В народе прослеживается ясный консенс, что такое раннее сексуальное просвещение отвергается большинством людей. Если наша конституция недвусмысленно наделяет родителям естественным правом на воспитание, и это воспитание даже рассматривается как первейшая обязанность родителей, то в начальных школах не должно иметь место воспитания, направленное против однозначной воли родителей. И тот факт, что люди, которые сопротивляются насильной сексуализации, грозит тюремное заключение, должен рассматриваться как ясное нарушение основного закона. Здесь затребовано немедленное вмешательство политических ответственных. Тут наша демократия должна пройти тест на пригодность, так как высший принцип демократии заключается в том, что вся власть государства исходит от народа. Отнесутся ли с уважением политические руководители к воле родителей и большинства населения? Только если мы настойчиво останемся при своем мнении. Поэтому распространяйте эти важные информации, информируйте всех незнающих. С последующими впечатлениями мы прощаемся с вами и желаем вам доброго вечера. Субтитры создавал DimaTorzok